Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандийский. В студии работает Саят Булмакаев. В ближайшее время мы расскажем вам о самых главных событиях прошедшего дня. В начале выпуска коротко, а главное. В региональном командовании Ордалых национальной гвардии заявили, что имеется в виде доказательства того, что рядовой алибист САПА совершил самоубийство. Военные провели специальный брифинг. Карганинская область была и остается ведущим индустриальным регионом Казахстана. Промышленность составляет половину экономики региона. Об итогах прошлого года говорил Аким Карганинской области Ерлан Кушана в ходе ежегодной отчетной встречи с населением. Лучшего молодого учителя выявляют в Караганде. Главная цель конкурса ЖАС Мугалем – повышение педагогического мастерства, а также выявление талантливых молодых учителей, их поддержка и поощрение. В региональном командовании Ордалых национальной гвардии заявили, что имеется в виде доказательства того, что рядовой алибист САПА совершил самоубийство. Об этом было сказано в ходе специального брифинга. Главная команда Национальной гвардии – военный совет Республики Казахстан. Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой средового САПА Алиби. И высказываем слова поддержки и сочувствия родным и близким. С этих слов начался брифинг в региональном командовании Ордалых. Вместе с тем, заместитель главнокомандующего Национальной гвардии Мухаммед Калисатов заявил, что нет никаких сомнений в том, что рядовой войсковой части 6505 Алиби САПА сам нанес себе смертельное ранение в голову. Военные сообщили, что каждый пост охраны оснащен системой видеонаблюдения. И факт суицида был зафиксирован. В настоящее время военно-следственным управлением расследуется дело по статье Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства». Это дело находится на личном контроле главнокомандующего Национальной гвардии. Я хотел бы сказать, что служебное расследование будет проведено прозрачно, объективно. И ко всем виновным лицам в данном происшествии мы примем самые строгие меры дисциплинарного воздействия, вплоть до освобождения от занимаемых должностей. 18-летний Алиби САПА был призван в декабре прошлого года из Толгарского района Алматинской области. Командование войсковой части отзывается о солдате только положительно. Стоит отметить, что это уже третий случай самоубийства в войсковой части 6505 за последние пять лет. В 2014 году суицид совершил солдат-срочник. По итогам расследования причины послужили семейно-бытовые проблемы. В прошлом году здесь свел счет с жизнью солдат контрактной службы. И все из-за тяжелого материального положения, в которое военнослужащий сам себя и вогнал, играя в азартные игры на деньги. О причинах нынешнего суицида станет известно лишь после окончания расследования. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Правительство Казахстана в полном составе ушло в отставку. Президент страны Нурсултан Азарбаев подписал указ об отставке правительства. Глава государства обвинил министров в неэффективной работе и неразумном расходовании средств. Президент Нурсултан Азарбаев считает, что экономическая ситуация в Казахстане в последние годы была стабильной, но этого недостаточно. Нынешнее правительство не смогло выстроить системную работу над запланированными реформами. В стране планировалось снизить роль государства в экономике, привести в порядок банковскую систему, повысить доверие граждан к судам и правоохранительным органам, добиться роста доходов населения. Несмотря на принятие множества законов, решений правительства, положительные изменения, к сожалению, так и не достигнуты. Рост внутреннего валового продукта в основном достигается за счет сырьевых ресурсов. Мы говорим о перерабатывающих отраслях, мы говорим о том, чтобы развивать малый и средний бизнес, но правительству совместно с Назбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста нашей экономики. Указ об отставке правительства, подписанный президентом, вступил в силу 21 февраля. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен бывший первый вице-премьер Аскар Мамин. В связи с отставкой с видеообращением выступил и бывший премьер-министр Бахаджан Цагентаев. Сегодня правительство ушло в отставку. Ельбасы, отец-основатель нашего государства, всегда принимает решения, исходя из интересов государства и народа. Ставя во главу угла благополучия всех граждан страны. Создание государства – это нелегкий труд. А создание такого государства, как наша страна, за столь короткий исторический срок, без внутренних потрясений и конфликтов, заслуживает уважения и восхищения во всем мире. Наш президент – великий созидатель нашего времени. Только с Ельбасы, народ Казахстана, связывает свое настоящее и будущее. Хочу поблагодарить Ельбасы, президента Казахстана, Нурсултана Абишевича Назарбаева, за высокое доверие, которым мне было оказано все эти два с половиной года работы премьер-министром страны. Президент Казахстана также объявил, что на ближайшем съезде партии Нуратан предложит новую программу социальной поддержки населения и повышения качества жизни граждан. Новое правительство должно будет эффективно работать по этой программе. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Карагандинская область была и остается ведущим индустриальным регионом Казахстана. Но главная задача областных властей – улучшение качества жизни граждан. Об итогах прошлого года говорил Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов в ходе ежегодной отчетной встречи с населением. В ходе прошлогодней отчетной встречи Акиму Карагандинской области было задано 65 вопросов. 37 из них на сегодняшний день уже решены. Остальные находятся в стадии разрешения, поскольку требуют времени. Именно с этого глава региона Ерлан Кошанов начал традиционную ежегодную отчетную встречу. Аким отметил, что все проблемы, озвученные жителями в прошлом году, характерны для всей Карагандинской области. Как жители Джесказана говорили об отсутствии школы для отдаленных детей, вопрос о рассмотре, деньги из искусства и краска бюджета выделены, строительство школы уже начали. Карагандинцы Светлого Льна и благоустроенный Центральный парк, в прошлом году провели работы в паре Московской Западной части парка, в текущем году эту работу продолжили. Всего в прошлом году благоустроили 80 сферов и два больших парка в области. Также жители Петербурга в прошлом году обращались к управлению технологии. Это приоритетный вопрос, помоющих не только жителей одного города, но и жителей региона. Акимобласти отметил, что сегодня главный приоритет исполнительной власти – улучшение качества жизни граждан. Ерлан Кошанов озвучил меры социальной поддержки, которые были внедрены для стабилизации цен на продукты питания, снижения тарифов на коммунальные услуги, а также повышения заработной платы. Инициатива президента о повышении заработной платы поддержали 32 тысячи предприятий области. 220 тысяч работников получают зарплату в среднем на 14% больше. Уже по итогам 4 квартала средняя заработная плата по области выросла до 164 тысячи, где рост составляет 11,8%. С 1 января 80 тысяч рекида регионов с минимальным окладом получили 9% увеличения за счет снижения налогов. За счет применения активных мер занятости и создания 14 тысяч новых рабочих мест, уровень безработицы снизился на до 4,5%. Стоит отметить, что за несколько дней до отчетной встречи проводились дни открытых дверей, во время которых жители области имели возможность напрямую обратиться к представителям государственных органов, управления и коммунальных служб. А также непосредственно в день проведения отчета работал колл-центр, куда также могли обратиться жители с вопросами Акима области. На сегодняшний день принято, так скажем, обращение или граждан порядка свыше 400. Из них с характерными вопросами были вопросы жилищно-коммунального хозяйства, а также вопросы социальной защиты многодетных матерей, вопросы образования здравоохранения. И надо отметить, что из поступивших обращений на тот день были решены вопросы порядка 70-75 обращений. О том, какие вопросы граждане задавали Акима области, на нынешней отчетной встрече мы расскажем в следующих выпусках новостей. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Тимиртауский предприниматель доказал свою правоту в суде. Теперь его соседи, владельцы частных домов, обязаны подключить магазин к системе отопления. В региональной палате предпринимателей Атамикен подвели итоги нашумевшего дела. В сентябре прошлого года жители частного сектора Тимиртау самовольно отключили магазин и кафе местного предпринимателя от теплостабжения. По их словам, бизнесмен уже давно не платит за ремонт и обслуживание теплосети. Предприниматель Талгат Мухаммед Калиев посчитал это самоуправством и написал заявление в правоохранительные органы. С просьбой о защите своих прав в декабре прошлого года он обратился в региональную палату предпринимателей. В данном случае, когда нет тепла, когда я вынужден буду сейчас рассчитать 7 людей, мне больше не работает 7 человек, они придут опять сюда. С каким вопросом? Зачем так это выгнал? Я продержусь, я пенсионер, это бизнес моей семьи, я продержусь. Но они-то придут сюда опять с этим же вопросом, скажут, вот таки меня выгнал только из-за того, что кто-то умудрился эту трубу отрезать. Отрезали мою. Первый раз нанесли мне материальный ущерб, второй раз нанесли материальный ущерб. Теперь предприниматели говорят, значит, если ты такой уважаемый человек, это может быть самохваление, у тебя позволительно это сделать, можно во всем городе это делать. Расследование уголовного дела продолжалось почти 4 месяца. В итоге полиции пришлось закрыть производство за отсутствием состава преступления. А бизнесмену за защитой своих прав посоветовали обратиться в суд. Что он и сделал. В связи с чем декабрь месяц он подал исковое изгление, буквально сегодня было судебное заседание, на основании которого вынесено решение, что данные жильцы были незаконно, отключили его от тепла. В связи с чем он готовит повторное исковое изгление уже на взыскание с них морального материального ущерба, за то, что он поднес за 4 месяца убытки. Какой моральный материал, конечно, не знаю, но на данный момент такая ситуация есть. В принципе, в рамках закона все проведено было. Надирающего органа в ходе прокуратуры области данного уголовного дела возничтожено. Оснований для отмены его прекращения не было. Данного уголовного дела согласен направлено в архив. Однако местные жители стоят на своем. Они уверены, что магазин и кафе бизнесмена забирают слишком много тепла, которого в итоге не хватает для обогрева домов. В любом случае, постановление суда еще не вступило в законную силу, а значит, у ответчиков есть время для обжалования. Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Обсуждение проблем в свободном формате. В департаменте Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции подвели итоги деятельности в прошлом году. Особое внимание было уделено вопросам молодежной безработицы и проблемам малого и среднего бизнеса. Трудоустройство выпускников в настоящее время – это одна из насущных проблем. Несмотря на то, что молодые люди являются дипломированными специалистами, найти работу по специальности – задача трудная. Опрос, проведенный молодежным общественным объединением, выявил основные причины безработицы среди молодежи. Другие проблемы касаются учащейся молодежи, в частности, распределения образовательных грантов. Общественники настаивают на большей прозрачности. Второй момент – это участие в составе комиссии по распределению грантов. В прошлом году мы тоже участвовали, чтобы действительно была открытась, прозрачность. После этого на основании, действительно, в прошлом году мы давали рекомендацию, департаменты с ней поддерживают управление образованием, что начало теста, когда начинается тест уже, тогда уже начинает присутствовать в составе комиссии, а не когда уже тест созданули, все уже прошло просто, ну, как-то пришли, поприсутствовали, ушли. Надо начинать с дня сдачи экзаменов до конца, до присуждения образовательных грантов. На встрече также рассказали об итогах работы специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации антикоррупционной стратегии. В прошлом году с участием членов группы сотрудники департамента агентства по делам госслужбы провели 12 анализов коррупционных рисков. По итогам даны 87 рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков. В первую очередь, конечно, реализация антикоррупционной стратегии, приглашать государственные органы для того, чтобы они рассказывали, как реализуются антикоррупционные стратегии в стенах государственных органов. В том числе у нас запланированы выездные мероприятия, то есть по нашим регионам, по районам, центрам, по городам, для того, чтобы совместно... Кстати, я хотел бы отметить, что у нас не только в городе Карганде созданы специальные мониторинговые группы, но и во всех городах и районах они осуществляют обморочную деятельность. В ходе встречи с представителями общественных объединений, неправительственных организаций и бизнес-структур подробно остановились на итогах повседневной работы территориальных департаментов агентства совместно с институтами гражданского общества. Обсудили проблемы в развитии предпринимательства и привлечении иностранных инвестиций. Здесь же заявили о запуске мобильного приложения «Цифровой агент», с помощью которого граждане могут оценить качество оказания государственных услуг. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Лучшего молодого учителя Караганды выявляют в средней школе номер 23. В шахтерской столице стартовал традиционный конкурс «Жас Мугалем». Главная цель конкурса – повышение педагогического мастерства, а также выявление талантливых молодых учителей, их поддержка и поощрение. Евгений Митрофанов – учитель английского языка. Несмотря на то, что он преподает всего третий год, уже сегодня он имеет собственные разработки для улучшения качества обучения. На городском конкурсе «Жас Мугалем» он представил авторскую программу, которая поможет коллегам по цеху автоматически просчитывать успеваемость учеников. В конкурсе Евгений всерьез настроен на победу. «Приехал для участия в конкурсе «Жас Мугалем». Конечно же, с целью его участия, возможно, для победы. Также хотелось бы получить какой-то новый опыт, поделиться с коллегами какими-то новыми разработками и для обмена опытом среди своих преподавателей, так как в данном конкурсе участвуют не только преподаватели других предметов, но и, в частности, моего предмета английского языка. Хотелось бы для себя увидеть что-то новое». Профессиональное состязание учителей поможет выявить талантливых, творчески работающих молодых учителей, повысить педагогическое мастерство и престиж профессии учителя. Сам конкурс состоит из четырех этапов. В первом туре члены жюри рассматривали соответствие конкурсантов требуемым критериям. Во второй этап прошло 42 преподавателя. Здесь они представляли свои методические наработки. «Им уже есть что рассказать, и у них есть определенные достижения. Нужно сказать, что молодые педагоги очень креативные, активные, интересные. Многие из них владеют тремя языками. Следующий тур, следующий этап конкурса пройдет в марте. Это будет самый тяжелый тур, потому что нужно будет дать открытый урок». Завершающий четвертый этап будет проведен в октябре, накануне Дня Учителя. Это открытый финал, где примут участие конкурсанты, набравшие максимальное количество баллов за все предыдущие этапы. Восьмерку финалистов будут представлять их школы. Яна Гапонова, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинцы встали на лыжи. В городе проходит областная зимняя спартакяда «Карл-Кыс-2019». Участие в соревнованиях принимают все желающие от 18 лет и старше. Горожане борются за призовые места в многоборе, хоккее и лыжных гонках. Несмотря на занятость, Виктор Васильев, капитан хоккейной команды «Бертыс», всегда находит время для любимого дела. Уже не первый год он принимает участие в областных зимних играх «Карл-Кыс». Хоккеем спортсмен занимается уже шесть лет. Да, это хобби. Мы, как у нас все работники разных организаций. Есть военные, есть бизнесмены, есть работники корпорации «Казахмыс». Есть пенсионеры. Участники соревновались в таких видах спорта, как зимнее президентское многоборье, лыжные гонки, хоккей с шайбой, хоккей с мячом и конькобежный спорт. Целью проведения мероприятия является пропаганда здорового образа жизни, а также подведение итогов в городах и районах по работе организаций физкультурно-массовых работ. Спартакяда «Карл-Кыс» уже проводится среди сельских районов уже 29-й раз. Стала доброй традицией проведения данных спартакяда. А тест проводится уже 16-й раз. В данных соревнованиях принимают участие все команды городов и районов нашей области. Общее количество участников составило по итогам трех этапов более 4 тысяч человек. Соревнования проводились на катке «Досжан Спорт» во дворце спорта имени Нуркена Абдирова, на лыжной базе областная детская и юношеская спортивная школа по зимним видам спорта и на стадионе «Шахтер». Победители ждали медали, кубки и грамоты. Яна Гапонова, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости к этому часу. Если у вас есть полезная и интересная информация, звоните по телефону 42-06-49. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!